Клеопатра – египетская царица, правившая в первом веке Даор и обладавшая неземными чарами красоты. Ее имя до сих пор у всех на устах, она является одной из самых известных красавиц древности. Виктор Аврелий, римский историк III век нашей эры, утверждал, что мужчины согласны были отдать и отдавали собственную жизнь всего только за одну ночь, проведенную с царицей. Даже Юлий Цезарь попался в ее сети. Идеалы красоты во все времена были разными, но даже для своей эпохи, судя по чертам лица, чаровница была далека от идеала. Почему же легенды о ее неземной красоте и неувидающей молодости живы до сих пор? Ученые считают, что она просто умела ухаживать за собой и была своего рода знатоком в косметологии. Народные омолаживающие средства – вот в чем был ее секрет. Сейчас ходят по рукам различные рецепты, якобы оставшиеся с тех времен, которыми пользовалась древняя красавица. Проверить их старинность нельзя, но домашняя маска Клеопатры для лица в различных вариациях на самом деле очень эффективна в борьбе с возрастными изменениями, которые не минуют ни одну женщину. Многие удивятся, что маску Клеопатры для лица можно запросто приготовить в домашних условиях. Как так? Ведь кухни и быт древнего Египта по сравнению с современными – два берега пропасти, практически никак не связанные между собой. И тем не менее есть продукты, которыми пользовались в те далекие времена и которые кормят нас по сей день. Да, если открыть старинные манускрипты, среди рецептов красоты можно увидеть такие ингредиенты масок, как молоко диких ослиц или крокодилий навоз, а также еще множество экзотических компонентов. Современные косметологи предлагают отбросить все эти уникальные продукты и увидеть основу маски Клеопатры для лица, состоящую из продуктов всех времен и народов. Каждый из них оказывает на кожу самое волшебное действие. Ингредиент номер один – мед. Делает кожу похожей на бархат, выравнивает ее текстуру, придает ей мягкость. Оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие. Обладает ярко выраженными омолаживающими свойствами, разглаживает морщинки, заставляет клетки вырабатывать коллаген и эластин в больших количествах, чем раньше. Это останавливает и замедляет уже начавшиеся процессы старения. Ингредиент номер два – овсянка. Питает кожу витаминами. В ней содержатся КЕ, различные витамины из группы Ф, А, и микроэлементами. В овсянке много калия, магния, фосфора, хрома, железа, марганца, цинка, кобальта, что улучшает цвет лица и устраняет высыпание. Защищает кожу от всевозможных стрессов, которые она вынуждена испытывать, находясь в тесном и постоянном контакте с недышащей декоративной косметикой в виде тонального крема и пудры с атмосферными негативными факторами, ультрафиолетовым излучением, морозом, загрязненным воздухом. Обладает лифтинг-эффектом. Подтягивает обвисшую кожу, устраняет птоз, подбирает второй подбородок, делает контур лица красиво очерченным. Ингредиент номер три – молоко. Помогает меду смягчить кожу. В древности молоко называли эликсиром молодости, так как умывание этой чудесной жидкостью делают кожу упругой, очень эластичной. Заставляет клетки регенерироваться, восстанавливаться, дышать, функционировать. От всего этого зависит и состояние кожи. Клеопатра не только делала маски для лица из молока, но и принимала из него целые ванны, отчего ее тело на протяжении многих лет сохраняло соблазнительную упругость молодой девушки. Ингредиент номер четыре – косметическая глина. Известно, что в зрелом возрасте кожа становится очень сухой, теряя драгоценную влагу, а вместе с ней эластичность. Косметическая глина любой цветовой гаммы обладает прекрасными увлажняющими свойствами. По своей сути, кремнезем глина заменяла древним красавицам, в том числе и Клеопатре, современную пластическую хирургию. Это вещество способно после нескольких масок подтянуть двойной подбородок и брыли, а при регулярном применении вовсе их устранить. Мед, овес, молоко и косметическая глина – вот чудодейственный рецепт и секрет вечной молодости Клеопатры, которая очень любила делать маски для лица из этих компонентов. Конечно, проверить этот исторический факт на все 100% сейчас уже нельзя, но омолаживающее действие этого уникального косметического средства оспаривать не приходится. Дамы бальзаковского возраста, открывшие для себя секрет маски молодости от самой Клеопатры, перестают бояться возраста и больше не комплексуют по поводу морщин и складок. Теперь их можно легко скрыть. Как именно приготовить данное средство в домашних условиях, помогут наши небольшие подсказки. Сегодня маску молодости от Клеопатры можно купить в аптеке, интернет-магазине или косметическом бутике. В салоне также предложат вам попробовать данное средство омоложения. Однако без консервантов и других сомнительных добавок там дело не обходится. Поэтому самой натуральной и эффективной маской Клеопатры на сегодняшний день является та, которую вы приготовите собственноручно в домашних условиях. Чтобы она получилась не менее действенной, чем в салоне, готовьте ее в соответствии со следующими рекомендациями. Для приготовления маски Клеопатры пригодится далеко не любой мед. В старинных рецептах красоты и молодости указывалось, что наиболее мощный омолаживающий эффект на кожу оказывает цветочный мед. Его лучше приобретать не в магазине, а у пасечников, которые предложат 100% натуральный, свежий продукт. Не обязательно для этой маски искать молоко молодой ослицы. Вполне подойдет козья или коровья. Причем домашнее будет максимально эффективным, потому что не окажется ни разбавленным водой, ни пастеризованным. Все эти процедуры лишают молока части его полезных веществ. К выбору овсяных хлопьев также отнеситесь серьезно. Есть упаковки с надписью «Экстра», в которых зерна обработаны до такой степени, что вряд ли содержащиеся в них вещества остались биологически активными. Запомните, для приготовления маски Клеопатры вам понадобятся овсяные хлопья исключительно грубого помола. Чтобы эффект от старинной маски был максимально приближенным к обстановке, которая когда-то окружала египетскую красавицу, откажитесь в данном случае от блендера. Постарайтесь смешать все обычным венчиком или вилкой. Это будет дольше, и сил вы затратите больше, но результаты вас не обманут, маска получится очень густой и насыщенной. Показания для применения маски от Клеопатры. Увидающая, зрелая, морщинистая, сухая кожа. Противопоказания. Аллергические реакции на мед, бывают очень часто, индивидуальная непереносимость одного из компонентов маски. Чтобы проверить, как кожа отреагирует на омолаживающий состав египетской маски, смажьте приготовленной кашицей свое запястье. Активные вещества быстро проникнут в организм сквозь тонкую кожу. По покраснениям и зуду станет ясно, что этот состав для вас запретен. Чтобы активные вещества полноценно смогли выполнить возложенную на них работу по омоложению кожи, прочистите им дорогу. Для этого нужно как следует распарить кожу над травяной паровой ванночкой. Омолаживающими свойствами обладают шалфей, зверобой, ромашка, липа, тысячелистник, жень-шень. Приготовьте из них настой или отвар. На 1-2 столовых ложки сухих трав берется обычно стакан кипятка. После настаивания около часа и процеживание, приготовленное с надобья на травах, выливается в 500 мл воды в глубокую чашку или небольшой таз. 5-7 минут над этой емкостью нужно будет подержать лицо, накрывшись сверху теплым махровым полотенцем. Осторожнее нужно быть тем, у кого давление или высокая температура. Паровые ванночки в таких случаях противопоказаны. Легкими массирующими движениями пальцев обработайте кожу лица маской от Клеопатры. Растирайте ее, чтобы она глубже впиталась. Области вокруг глаз при этом лучше не касаться. Слишком она нежна для таких суровых испытаний. Время действия от 15 до 30 минут. Смывается маска любой теплой жидкостью. Фильтрованной или негазированной минеральной водой, травяным отваром, молоком. Если хотите усилить эффект от омолаживающей маски Клеопатры, после нее можно сделать контрастный компресс. После того, как смоете маску теплой водой, смочите кусочек марли в холодной воде и приложите ее к лицу на 1-2 минуты. После этого уже можно будет нанести на лицо свой ежедневный питательный или омолаживающий или увлажняющий крем. Как альтернатива, смазать лицо нерафинированным теплым оливковым маслом. Кстати, им царица Клеопатра также активно пользовалась в качестве уникального тоника против морщин. Египетскую маску молодости можно делать по желанию один или два раза в неделю, в зависимости от состояния кожи. Однако через 8-10 процедур нужно дать коже отдохнуть от этого состава и переключиться на любой другой. Конечно, такая комплексная процедура по омоложению зрелой, увядающей кожи с травяными паровыми ванночками и контрастными компрессами вряд ли составляли основу вечернего туалета Клеопатры. Так или иначе, они в любом случае усилят действие чудесной маски, поэтому не пренебрегайте ими. Так как со времен знаменитой царицы Древнего Египта прошло много сотен лет, рецепт постоянно дополнялся какими-то новыми ингредиентами, как-то менялся. Соответственно, до наших дней дошло несколько вариантов маски Клеопатры. Рецепты масок молодости от Клеопатры. Большое количество косметических масок носит звучное имя несравненной Клеопатры. Естественно, сразу всеми она не пользовалась. Либо это был состав, указанный выше в чистом виде, либо разбавленный еще несколькими ингредиентами, но вряд ли мы их найдем в современном обиходе. Чтобы обнаружить рецепт истинной маски Клеопатры, нужно перелопатить немало древних манускриптов. И не факт, что он сохранился до наших дней. В любом случае, все эти рецепты направлены на одну и ту же цель – продлить молодость кожи, устранить любые возрастные изменения в виде морщин и правейших складок, дряблости и неэластичности кожного покрова. Мед плюс овсянка. Этот рецепт маски Клеопатры самый распространенный. Возможно из-за своей эффективности. Растопить на небольшом огне мед, 1 ложку столовую, в теплом виде смешать его с перемолотыми в муку геркулесовыми хлопьями, 1 ложкой столовой. Для очень сухой кожи будет полезно добавить в маску домашнюю сметану, 1 ложечку чайную, для жирной – самый свежий концентрированный сок лимона, 1 ложечку чайную. Мед плюс молоко. Мед нужно растопить на небольшом огне, молоко слегка подогреть до теплого состояния. Оба ингредиента смешать в равных пропорциях, например, по 2 ложке столовых. Глина плюс мед плюс сметана плюс лимон. Глина самых различных оттенков – белая, зеленая, розовая, черная и другие. Была однозначно знакома древним египтянкам. Для приготовления омолаживающей маски лучше взять коалин, белую глину, в количестве 1 ложки столовой. Смешать порошок с растопленным медом, таким же количеством, добавить домашнюю сметану и концентрированный сок лимона, по 1 ложечке чайной. О маске Клеопатры ходят самые разные легенды. Десятки самых фантастических рецептов выдаются за секрет неувядающей молодости египетской царицы. Многие до сих пор пытаются изучать древние писания, мечтая в них найти ответ на загадку волшебной красоты Клеопатры. Воспользуйтесь и вы одним из омолаживающих средств, носящих ими этой древней красавицы. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Спасибо за просмотр видео. Пишите комментарии к видео. С вами была Алиса Иванова. Пишите комментарии к видео.